В июне специалисты Самарского управления Роспотребнадзора проверили одну из сетей общественного питания. Без нарушений не обошлось. Основное нарушение, которое выявлено, это нарушение температурного режима хранения продукции. То есть продукция хранилась при 27 градусах. То есть употреблять такую продукцию не исключено, что может возникнуть пищевое отравление. Испорченную продукцию списали, а на саму сеть наложили штраф. Как показывает практика, такие нарушения в фастфудах нередки. Однако тот же самый Роспотребнадзор проверять их может только раз в три года. Несколько лет назад президент Дмитрий Медведев принял соответствующий закон, дабы не кошмарить малый бизнес. Так что потребители теперь покупают чебуреки, шоуруму и прочие прелести фастфуда на свой страх и риск. Потому что я являюсь студентом и нужно как-то между парами как-то перекусить, поэтому не хватает времени, чтобы нормально поесть. Как выяснилось, многие самарцы считают, что риск отравиться фастфудом невелик. Ну есть, конечно, но мы ходим в проверенные места. Ну я же знаю, где этот магазин находится. В принципе, можно обратиться в органы соответствующие. Сказать им, они придут, наверное, разберутся. Действительно, специалисты Роспотребнадзора могут провести и внеплановую проверку, если потребитель напишет жалобу на какую-либо торговую точку. Поводом для обращения может быть любое нарушение прав потребителя. Это или отсутствие книги жалоб и предложений, если он хочет написать туда жалобу, или некачественное обслуживание, или некачественная, как он посчитал, продукция. Отметим, что до конца этого года проверки каких-либо самарских заведений общепита не запланированы. Светлана Гордеева, Андрей Юртаев, Олег Лаевский. Специально для 63.ру.